Здравствуйте, глубоко уважаемые члены Президиума и глубоко уважаемые участники конференции. Уже больше года весь мир живет в эпоху пандемии новой коронавирусной инфекции. Так сложились обстоятельства, что мы больше полугода работали в условиях ковидного госпиталя. Работа в красной зоне во многом повлияла на восприятие и понимание нашей профессии. Вместе с тем, работу в этих условиях мы хотели вынести из этого определенные моменты. И поскольку наше обучение в ординаторе проходит в отделении кафедры, основным направлением которого является нейтрология, то вполне логичным стала выглядеть ситуация, когда бы мы хотели посмотреть, отражается ли эта инфекция на мочевыделительную систему. Да, мы очень часто слышали, как она влияет на легкие сосуды, но нам было интересно, задействованы ли органы мочевыделения. Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, представляет собой потенциально смертельное заболевание. На данном слайде представлена одна из статей о влиянии коронавируса на мочевыделительную систему у взрослых. На сегодняшний день нет общедоступных статей о влиянии коронавируса на мочевую систему. Для нас это стало главным вопросом. Уже есть несколько клинических руководств по поведению и наблюдению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Последняя из них опубликована 8 февраля 2021 года, где выявляют типичные клинические симптомы, такие как повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке. Это не исключает вариантов поражения органов мочевыделения. На данном слайде представлена статистика заболеваемости по России на 12 апреля. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости. На данном слайде представлена статистика по Саратовской области за 12 апреля. Также наблюдаем тенденцию снижения заболеваемости. Но по всем мире нарастает третья волна пандемии. Целью нашего исследования было выявить спектр параклинических изменений, отражающих поражение органов мочевого деления и их частоту встречаемости у пациентов в острой фазе COVID-19. В рамках нашего исследования наблюдалось 40 пациентов в возрасте от 9 до 16 лет с положительным результатом теста на COVID-19, находившихся на лечении в 5-й детской клинической инфекционной больнице города Саратов, у которых в анамнезе патологии почек не отмечалось. У пациентов исследовались и принимались как значимые результаты общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Из этих анализов мы прицельно ориентировались на показатели, характеризующие почечные фракции, а именно мочевиную креатинин, показатели электролитов и все показатели мочевого осадка. На данном слайде представлено, что у 32 пациентов не было понимания, что позволяет трактовать выявленные изменения в мочевом осадке и биохимическом анализе крови как проявление собственной новой коронавирусной инфекции. В ходе представленного анализа нами выявлено 12 детей с изменениями в заявленных показателях, относящихся к патологии мочеводелительной системы. На слайде представлено, что у пяти детей наблюдалась протонурия, у троих детей гематурия, у троих детей еще повышение мочевины и у одного ребенка повышение креатинина. У 28 детей подобных изменений в остром периоде не фиксированы. Следует также сказать, что все эти показатели были выявлены у разных детей и не сочетались между собой. У пяти пациентов выявлены изменения в виде протонурии. Ни один из показателей не относился к массивной протонурии, но уровни составляли от 0,5 до 0,3, что все-таки указывает на страдания почечного клубочка и о почечном генезе поражения в системе мочеводеления. У троих пациентов наших в острую фазу наблюдалось повышение уровня мочевины почти в два раза выше международной нормы. На 8-10 день снизились нормы у двоих пациентов. У одного пациента показатели мочевины превышали нормы в момент выписки. Ему было рекомендовано дальнейшее обследование в нефрологическое отделение. У одного пациента в острую фазу наблюдалось повышение уровня креатинина до 180, при норме 100. К 10-му дню уровень креатинина находился в пределах нормы. Нами в литературе найдены ссылки о патогенезе поражения почек при коронавирусной инфекции. В основном это характерно для пациентов с признаками цитокинного шторма, изучением которого занят весь мир. У пациентов с COVID-19 в разгар воспаления цитокиновой бурью происходит снижение фильтрационного давления скорости клубочковой фильтрации с параллельным снижением уменьшения интенсивности почечного кровотока, что может перевести к кардиоренальному синдрому первого типа и развитию острой почечной недостаточности. На данном слайде представлены факторы риска развития цитокинового шторма. К ним относятся дети с невлагоприятным преморбидным фоном, имелодефицитное состояние разного генеза и коинфекция с респираторным сенциальным инфекцией. Также на данном слайде представлены схемы лечения. В зависимости от степени тяжести данные были взяты из клинических рекомендаций. Делая выводы. Первое, что COVID-19 действительно оказывает влияние на мочевыделительную систему. Это отражает в биохимическом анализе крови и общем анализе мочи у 30% обследуемых. Второе, даже у лиц, не имеющих в анамнезе заболевания мочевыделительной системы, наблюдались отклонения почечных показателей по лабротойным данным в острой фазе. И третье, больные с хроническими болезнями почек могут являться группой высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальностью при развитии заболеваний. Таким образом, мониторинг функций почек у пациентов с тяжелой формой COVID-19 имеет большое значение, а экстренные показатели для защиты функций почек и купирования цитокинового шторма у пациентов, находящихся в критическом состоянии, может иметь решающее значение для улучшения состояния. Спасибо за внимание.